Я вас приветствую! Традиционное видео рядом с Карнеги Холлом Нью-Йорк. Всем привет! Потрясающее настроение, погода тоже. После двухгодичного перерыва мы снова вместе с этим легендарным залом. Это мой 15-й сольный концерт. В этом феврале я появлюсь здесь два раза. Еще 25-го числа мы с Венским гармоническим оркестром и Валерием Гергеем будем награть концерт Рахманинова в этом зале. Всегда чувствую, что белькушение и выход на эту сцену особенное, потому что сколько бы раз ты здесь не играл, у тебя возникает особая химия, когда ты выходишь на эту сцену, когда ты выбираешь рояль. Сейчас все будет в стремительном темпе, и выбор рояля, и встреча с нашими дорогими друзьями из этого зала. Передаю вам нью-йоркское настроение рядом с этим легендарным залом. Всем привет! Сейчас выйду на связь со сценой. Я думаю, что уже по моим шагам можно определить эту акустику. Где бы ты ни сидел в Каннеги-холле, с любого места можно слышать каждый звук в аккорде. Особенно сегодня это будет важно в любом произведении, но особенно в двух фугах. 31-й соната Бетховена, с которой начинаем сегодняшний концерт. Также будет после нее 32-я соната, две последние сонаты Бетховена, потом будут детские сцены Шумана и 2-я соната Рахманинова. 2-я соната Рахманинова для меня, наверное, самая легендарная, самая хрестоматийная запись, это запись Владимира Горвица с этой сцены в 68-м году, когда я первый раз это услышал. Я влюбился в эту музыку, и с тех пор я играю, но в Каннеги-холле я ее никогда не играл. Сегодня будет такой своеобразный дебют для меня. Я ее называю сонату. Соната для фортепиано. Нет, концерт для фортепиано без оркестра, скажем так. Большой всем привет! Еще будут репортажи. Ну что, последнее мгновение. Артистическая Карнеги-хола. Еще чуть-чуть, и начинается сольный концерт. Вы знаете, я никогда не забуду свои первые ощущения от дебюта в Карнеги-холле, много лет назад, после конкурса Чайковского. Знаете, с одной стороны, трепет перед залом, перед его намоленностью, перед историей и теми выдающимися мастерами, которые здесь играли. А с другой стороны, атмосфера Карнеги-хола, она настолько какая-то очень теплая, домашняя, и публика всегда, хотя и, наверное, самая многое еще повидавшая, хотя другие города тоже в Америке имеют огромную историю. Но здесь она тебя обволакивает, и ты находишься в таком-то таком очень приятном вакууме своеобразном. И тебе очень приятно здесь играть, всегда. Сколько бы раз ни играл, с одной стороны, все кипит, все бурлит, а с другой стороны, ты понимаешь, что это встреча с очень знакомым залом, с очень знакомыми людьми, у меня здесь очень много друзей, поэтому передаем вам нью-йоркский привет перед началом 15-го сольного концерта в Карнеги-холле. Вон уже там народ собирается. Редактор субтитров А.Семкин